День с толком В студии Кирилл Политов Дышите, еще дышите Плохо, и кашель какой-то был невозможный Надолго ли Алтай задышал полной грудью? Это топ уровень Кондиционеры, конечно, постоянно будут работать Не то, что в старых вагонах Не всегда они работали Чем будут удивлять пассажиров просторы Алтая? В честь юбилея? Одно из главных мест притяжения на горе Пикет Это памятник Василию Макаровичу Шукшину Кто забрал главный приз Шукшинского кинофестиваля? Итак, небо над краевой столицей После двухнедельной дымки наконец-то прояснилось Правда, горожане боятся, что это ненадолго Но наконец-то появилось солнышко Ведь прямо сейчас в Сибири горит 3 миллиона гектаров леса Гринпис требует у российских властей спасти Сибирь от лесных пожаров Экологическая организация собирает подписи Под обращением в Госдуму с требованием Направить дополнительные силы на борьбу с огнем Плохо было у меня сердце И вообще дышать было нечем Плохо, и кашель какой-то был невозможный Это говорят люди о двухнедельной дымке Сегодня она рассеялась В Барнауле ярко светит солнце Но несмотря на ясность, уровень вредных веществ В воздухе присутствует Отмечают в краевой МЧС Эколог Алексей Грибков говорит, что даже небольшой процент вредных примесей Которые мы вдыхаем Может привести к серьезным заболеваниям Он приводит в пример масштабные пожары 2010 года Когда дым от огня дошел до Москвы И вызвал преждевременную смерть тысячи человек Но тогда пожар потушили Сейчас 3 миллиона гектаров леса горят открытым пламенем Сибирская тайга Это одно из легких вообще всей планеты зеленых Второе это тропические леса Если мы потеряем бареальные леса Вот в таких пожарах То просто, ну поймите Вот человеку, если удалить одно легкое Ему будет хорошо Говорить, что там невозможно тушить И это дороже чего угодно Это просто неправильно Ущерб, который причиняется Еще раз повторюсь Нашим экосистемам Нашему здоровью Природным ресурсам Он не сопоставим Он гигантский по сравнению с этими затратами Прогнозов по завтрашнему дню в МЧС пока не дают Но лишним не будет по-прежнему соблюдать меры безопасности Это носить защитную маску Поменьше находиться на открытом воздухе И закрывать окна в домах Краевые следователи начали поиски женщины Которая выбросила родную дочь в одном из подъездов в Бийск Тело 11-месячной малышки Случайные прохожие нашли в полиэтиленовом мешке Следователи тут же завели уголовное дело Статья убийства малолетнего Предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах смерти девочки В Наукоград Выехал уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева Чтобы на месте проверить Как социальные службы взаимодействовали с семьей И велась ли профилактическая работа Общественный резонанс вызвала и другая тема Вновь в центре внимания оказался косный завод в Боровихе Напомним, несколько лет подряд местные жители жаловались на запах тухлого мяса Который исходит с территории завода и отравляет им жизнь У многих начался кашель, появилась рвота и головная боль Накануне Новоалтайский суд постановил, что предприятие работает без нарушений Это возмутило, конечно же, жителей Боровихи, которые рассчитывали на закрытие завода На следующий день после суда, в эту субботу, они заметили подозрительный слив отходов с косного завода Так у них и сейчас, получается, производство во все работает Дым идет, и он сливается, все как воняет Они на суде от этой трубы открестились Они сказали, что это не наша труба, мы никакого отношения к ней не имеем И они вывели эту трубу не на сами поля фильтрации, а рядом с ними, понимаете? И в субботу они начали туда сливы, не санкционированы Жители Боровихи не собираются сдаваться и в ближайшем времени намерены обратиться уже в краевой суд Похоже, инициативным жителям остается спасаться в этой ситуации разве что кондиционерами Этими самыми кондиционерами, а еще удобными креслами, телевизорами и вай-фаем Теперь можно будет воспользоваться пассажиром поезда Барнол-Рубцовск Четыре новых вагона, вот, например, один из них, сегодня отправились с железнодорожного вокзала краевой столицы Пригородный поезд «Просторы Алтая» был введен в эксплуатацию в конце 2011 года Но тогда его собрали из старых вагонов Новые изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе По словам специалистов, они прослужат не менее 40 лет В пути пассажиры проведут 4,5 часа в весьма комфортных условиях Когда новое, оно все, есть новое, вот, интересно все равно И ехать интересно, и будет комфортнее И кондиционеры, конечно, постоянно будут работать Не то, что в старых вагонах, не всегда они работали Помимо просторов Алтая из Барнолы ежедневно отправляются пригородные поезда «Калина Красная» и «Восток» В комфортных условиях за полгода путешествовали более 400 тысяч пассажиров Эти два поезда держат путь на юг нашего края Вот как раз это направление в минувшие выходные выбрало более 15 тысяч человек Гостей Шукшинского фестиваля Место встречи в традиционном – гора Пикет Там подвели итоги кинофестиваля в честь 90-летия Василия Макаровича Статистика утверждает, что количество гостей растет А вот сами туристы убеждены в обратном Репортаж из «Сросток» подготовила Дарья Эйдемиллер Сегодня в «Сростках» финал Шукшинских дней на Алтае Это значит, что в село, в котором обычно живет чуть больше 2000 человек Приедет свыше десятка тысяч гостей И развлекать их будут, естественно, народными гуляниями Которые начинаются прямо со входа на главную улицу села Наряжаем, одеваем, обуваем, фотографируем Песни поем, частушки поем Кормим! А какие у нас пирожки с черемушкой Галя, Галя, угостить пирожками с черемушкой Это такое чудо, лучшие пирожки в Алтайском крае Помните, раньше было? И что, черемушка, как бабушки В зубах застреливали, а теперь проскакивает Еще туристам предлагают экспресс-баню и народные песни Тысячи людей из года в год приезжают на праздник в честь Шукшина Скажите, впервые, не впервые на Шукшинских? Как часто приезжаете? Я впервые Немало-Ненецкий автономный округ Села Красносельку Оказалась впервые на таком мероприятии Очень хотела Мы выросли все-таки на произведении И это наша душа Помню, первый раз приехал еще лет 15-20, наверное, назад И вы же можете сравнить, было, стало, что изменилось? Раньше было еще больше народу Но сегодня, особенно в день юбилея, в день 90-летия, очень все красиво Раньше так красиво не было Церемония закрытия Шукшинского фестиваля прошла пышно Сначала встретили всех звездных гостей Их в этом году было почти 40 человек Алиса Гребенщикова, Олег Токтаров, Виктор Мережко, Валерий Фомин и многие другие Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, прибегаем, доползаем в последнее время Мы, понимаете, лежали в лёжку в Москве, поднялись и уже бегаем Вот, вместе бегаем После гости, а их на пикете собралось без малого 15 тысяч человек наслаждались народными танцами и песнями Смогли блеснуть своими талантами и зрители И, наконец, объявили имена лауреатов и победителей Шукшинского фестиваля Литературную премию везет в Ангарск Игорь Корниенко Кстати, в этом году в летчасти было рекордное количество заявок – более 30 Победителям кинофестиваля полагаются маленькие копии «Царицы вас» Лучшую короткометражку привезли из республики Алтай Земляки, друзья, спасибо огромное Для меня это большая-большая честь получить такой приз Именно здесь, здесь, на Алтае, у себя практически дома Нет, всё, спасибо большое В программе «Полного метра» лучшим признали фильм «Надо мной и солнце не садится» режиссёра Любови Борисовой А спецприз от губернатора Алтайского края получила кинокартина «Последнее испытание» Алексея Петрухина Пока гости фестиваля ждут Марину Девятову и шоу-балет «Ярденц» Мы убегаем, чтобы не попасть в пробку Дарья Демиллер, Алексей Фризин и Илья Кочетков День с толком Успели вернуться без дорожных пробок Зачем соблюдать ПДД, какие предупреждающие знаки существуют и как правильно переходить дорогу? В микрорайоне Янтарной в очередной раз прошла акция «Осторожные дети», нацеленная на детскую безопасность Организатором выступила управляющая компания «Взлётная» при финансовой поддержке компании «Импортлифтсервис» Эксперименты, познавательные игры и вкусные угощения в атмосфере праздника и веселья детям рассказали о правилах дорожного движения В молодом микрорайоне проживает много детей, некоторым уже в этом году идти в первый класс Поэтому рассказывать о ПДД малышам просто необходимо, уверена управляющая компания «Взлётная», которая, к слову, и организовала акцию Праздник проводится уже второй раз для того, чтобы дети в непринужденной обстановке закрепили жизненно необходимые правила Поддержала акцию компания «Импортлифтсервис», которая, кстати, тоже отвечает за безопасность движения, но вот правда не на дороге, а в лифте На празднике детей также угостили сладкой ватой, за которой выстроилась огромная очередь и лимонадом Этот напиток особенно приятен во время жары, на ближайшие дни синоптики обещают температуру за 30 Подписать более подробный прогноз через несколько секунд спонсор прогноза компании «Валар» У меня к этому часу все новости, до встречи в вечернем эфире